Коллеги, ну что, давайте приступать. Спасибо тем, кто терпеливо дождался. Спасибо тем, кто подключились вот как раз сейчас только что. Вот, ну да, 18 часов окончания рабочего дня. Думаю, что коллеги еще подключатся. Вот, у нас сегодня такой традиционный, да, я вот смотрю по участникам, многих уже вижу не в первый раз, и лично уже со многими знакомы, с кем не знакомы, я сейчас представлюсь. Сначала давайте немножечко поговорим о том, чему наш сегодняшний такой вот небольшой вечерний семинар посвящен. В конце прошлого года мы говорили об общей культуре DevOps, вот, об общей культуре DevOps, подходит, ну, то, что, в общем, достаточно сейчас популярно, вот. Сама эта культура, она достаточно многогранна, она действительно сейчас очень активно развивается, и вот сегодня я хочу представить немножко такой материал, касающийся вопроса, который, ну, в оригинале называется courage, смелость, мужество, кураж в работе, да, тут, наверное, сложно предложить однозначно. Вот, это такая регулярная практика DevOps команд, ну, вот давайте о ней с вами сегодня и поговорим. С кем не знакомы, ну, вот, вот он я, меня зовут Данил, я, в общем, очень давно, уже лет 30 занимаюсь IT во всех ипостасях, там, от программиста до руководителя проектов, портфелей, консультанта, участника, там, партнера стартапов, ну, в общем. Вот, DevOps тоже, наверное, пробуем у себя, но, конечно, не в таком чистом виде, в чистом виде, наверное, ничего не бывает, но, да, команды автономные, команды работают над продуктами, команды полностью несут ответственность за продукт, то есть, эти принципы мы, в общем-то, вполне, вполне соблюдаем. Ну, а мы с вами поговорим о мужестве, кураже, да, как хотите, смелости. Наверное, в разные моменты жизненного цикла команды нужны разные, да, вот, если говорить в переводе эти аспекты, да, то, что одним словом «carage» описывается, причем, действительно, для любого члена команды, да, там, это может быть буквально член DevOps-команды, там, разработчик, product owner, scrum master, это могут быть и заказчики, и линейные руководители. Для чего, для чего вообще нужен вот этот самый «carage»? Если вы уже знакомы, хотя бы, ну, в базовых каких-то вещах с DevOps-подходами, DevOps-культурой, то вы знаете, что она в первую очередь базируется на экспериментах, на коротких итерациях, которые направлены на поддержание ценности продукта вот здесь и сейчас, ценность для заказчика, для своей компании. Ну, а, собственно, вот для того, чтобы эксперименты ставить, нужно вот этот «carage» не бояться ошибаться, вот эта культура быстрых ошибок, ну, не в продакшене, да, естественно. Но и компания должна создавать какую-то тоже среду определенную, которая не просто не сопротивлялась бы, не просто не наказывала, но и поощряла эксперименты, поиск решений, выделяла на это время, и поощряла не только успешные решения, но и поощряла в том числе и какие-то неудачные эксперименты, потому что любой неудачный эксперимент, как бы это банально не звучало, тоже опыт. Уже и команда, и заказчик, и инвестор понимают, что в эту сторону двигаться не надо. То есть отрицательный результат – это все равно результат, и результат все равно положительный, да, с точки зрения компании меньше потерь, принцип бережливости, не терять время на непроходные решения, на тупиковые решения, не терять инвестиции на этом. Ну, вот, собственно, в этом смысле культура смелости, она и важна, и давайте мы с вами о ней поговорим. Да, как всегда, сначала, наверное, полезно дать определение, потому что слово, конечно, такое очень многозначное, и, не знаю, мы же его не в историческом контексте рассматриваем, вот как раз смелость и определяется, как способность действовать в условиях неопределенности или угрозы, осознавая риск. С другой стороны, да, тоже понятно, что не бросаться экспериментировать, а бы как. В этом смелости состоит работать с рисками, искать возможности. То есть хороший член DevOps-команды – это сотрудник, если говорить противно, не тот, который ждет, когда ему поставят задачу и распишут, с какими API и фреймворками ему работать. Это сотрудник, который сам будет искать наилучшее решение. Это, кстати, на самом деле важно, потому что, когда мы выстраиваем работу, это и требование при подборе команды для работы на продуктах, но если посмотреть с обратной стороны, это и ограничивающие условия. То есть если так сложилось, особенно когда, например, речь идет о внутренних продуктах, что вот команда есть, какая она есть, согласитесь, очень часто встречающаяся ситуация, да, и понимать, мы можем идти по такому продуктовому подходу, или нам не на кого, строго говоря, опереться. У нас вот тут большинство людей, большинство членов команды, наоборот, ждут, когда им скажут, что делай от А до Я, и там совершенно не хотят ни с чем разбираться. Есть такие, тоже есть такие. Значит, тогда надо понимать, что DevOps-подход, возможно, не для такой команды. Не нужно пытаться его применить там, где он не имеет хороших шансов на успех. Вот, собственно, в каком контексте трактуется, в каком контексте трактуется смелость. И кто был на прошлом общем таком нашем семинаре, ну, а может быть, кто был и на курсах вот по основам DevOps, вы должны, наверное, помнить вот эту матрицу смелости, которая рассматривает в каком контексте? По оси, условно говоря, X, смелость поведения, где у нас, это некая условная ось смелости команды. Ну, понятно, что какой-то метрики не придумали пока, ни в метрах, ни в килограммах не измеришь, наверное, это некая качественная метрика, может быть, субъективная в каких-то баллах, насколько как раз смело готова действовать команда, то есть экспериментировать с средами, с разработкой, но и не только экспериментировать со средами, с разработкой, допустим, добиваться ответов от заказчика, от пользователей, уметь ставить неудобные вопросы заказчику для того, чтобы получить информацию. А по оси Y это среда компаний, то есть насколько компания, насколько культура организации позволяет и поощряет вот такую смелость поведения. Начиная от технических экспериментов и заканчивая действительно неким куражом выходить на старших лиц компании, предлагать идеи, добиваться ответов. Есть компании, которые подобное поведение поощряют, их, к счастью, наверное, становится больше, но, наверное, пока сложно говорить о том, что они превалили, да, наверное, они пока не превалили. Ну и вот, соответственно, каково поведение команды в зависимости от этих двух факторов, внутренней готовности и внешних условий. Если и сверху давят, и у самих некого желания, это апатия. Это, конечно, никакой не DevOps, это довольно тяжелая ситуация на самом деле и для команды, и для компаний. То есть вряд ли людям там интересно работать, и вряд ли компания получит какой бы то ни было внятный результат. То есть это работа от сих до сих, вот что сделали, я что-то там сделал. Это не DevOps. Несколько лучше вот этот левый верхний квадрант, который условно назван самоуверенностью. Ну, давайте честно скажем, пока каких-то устоявшихся официальных периодов тоже нет. Да и в английской терминологии тоже пока многое только еще в процессе становления. Ну, вот пока называем самоуверенностью, да. Что такое самоуверенность? Команда готова к экспериментам, они берут на себя ответственность, но культура компании к этому не поощряет. Компания, со стороны компании, ее руководство может, что называется, прилететь. Вот. Не самая плохая ситуация, она немножко опасна для команды, но, с другой стороны, команда готова действовать. Это уже само по себе не будет. На самом деле, гораздо хуже ситуация и для команды, и для компании. Вот этот правый нижний квадрант, который получил название страх. То есть, компания приветствует. Вы просто говорите, ребята, действуйте, мы вам обозначили цели, мы вам обозначили мотивацию, мы обозначили ваш возможный интерес в случае успеха, работаете. А люди говорят, нет, мы тут что-то вот, давайте мы как-нибудь по старинке, вы нам задачу поставьте, зарплату заплатите, а мы эту задачу как-нибудь уж там сделаем. Как получится. Не очень хорошая ситуация. Ну, если говорить в идеале, конечно, с такой командой надо расставаться, или с такими участниками команды, но жизнь сложнее. Не всегда можно найти замену, надо искать долго людей. Есть, конечно, тоже неплохой вариант выращивать команды. И, наконец, квадрант, наверное, идеальный. Тоже, конечно, могут быть разные градации, когда и компания поощряет культуру такую инновационную, и команды готовы. Они готовы ставить эксперименты, они готовы о них отчитываться. Соответственно, успешные эксперименты приводят к сокращению времени решения проблем, к сокращению времени создания какого-то нового функционала, пусть даже небольшого, что, согласитесь, для команды очень даже, как говорится, по-человечески приятно. Я даже сейчас немножко, может быть, уйду от чисто экономических вопросов. Ну, приятно же, вот ты это сделал, это пошло в работу. Этим пользуются люди, особенно если, ну, я все-таки надеюсь, что мы все делаем продукты, которые не несут зло в мир, да, а несут что-то хорошее, чем-то помогают. Ну, кто со мной давно общается, знает, ну, вот у себя, например, делаем, в частности, продукты, которые слабослышащие помогают. Ну, вот приятно просто даже, да, без, относительно к экономической составляющей. Ну, а если это, естественно, еще подкреплено экономикой, доходом, прибыльностью, то, естественно, ну, и для компании это выгодно. Быстрая поставка, меньше надо вникать вот в технические тонкости, можно говорить на одном языке по бизнес-целям. Ну, вот такая взаимосвязь. А что увлекает команду? Возможно, вот это имя Дэниэл Пинк вам известно, это считается, что один из таких отцов-основателей, авторов Девопса, да, человек, который в Бельгии в рамках одного из проектов где-то лет, он в 2007 году, если мне память не изменяет, первым опробовал, опробировал эту культуру. Он выделил три аспекта, которые увлекают команду, и три компонента, которые необходимы внутри команды, чтобы она как раз вот так инициативно работала. Эти три компонента – это наличие цели, как раз то, о чем только что я сказал. Команда, любой нормальный человек будет работать, если он видит перед собой целью, результат какой-то, да еще и хороший результат. Это автономность, то есть команде доверяют, они контролируют каждый шаг. И мастерство. Мастерство – немножко более сложное, такое комплексное понятие, чем первые два. Мы немножко об этом сегодня и дальше поговорим. Ну, естественно, на подробном курсе, из которого вот этот один модуль сейчас выбран, мы об этом разговариваем. Мастерство – это не только техническое, это в первую очередь мастерство, умение взаимодействовать друг с другом, обучаться, обучаться как технологическим аспектам, так и аспектам, например, коммуникационным, понимать, скажем, тот бизнес, в котором ты работаешь. То есть в таком широком смысле этого слова «мастерство». А три обязательных компонента, которые помогают, но, заметьте, не являются абсолютно однозначно обеспечивающими, это прозрачность, командная игра и доверие. Ну, в английской версии называется 3T, ну, по-русски так пока перевод не удалось придумать, поэтому прозрачность, командная игра и доверие. Командная игра – взаимодействие для общего результата. Все этот результат разделяют, все члены команды. На самом деле, может быть, это не так сложно, благо DevOps-команды должны быть небольшими, 5, 7, 9 – это много уже человек. Прозрачность, как внутри команды понимание, кто что делает, кому надо помочь, так и вовне прозрачность, каковы цели компании, каковы, скажем, там, ближайшие цели на рынке, что хотят наши клиенты, чтобы работа была такой сознательной, с пониманием результата. Ну, естественно, командная игра – это есть готовность помочь, готовность покритиковать, если это необходимо, своего коллегу, потому что результат общий, либо все вместе добились результата, либо все также вместе его не добились. Ну, и как вот мы говорили, команду обучать надо, потому что мастерство коммуникации, мастерство общения в бизнесе, вот как выйти из этой зоны страха, да, увольнениями все не решается, мы же понимаем, мы сказали. Есть вот такая модель, которая здесь представлена сейчас на этом слайде, это модель обучения, она основана на выделении трех так называемых областей комфорта, обучения и паники. Комфорта, обучения и паники. Чуткая область комфорта. А все понятно, мы так всю жизнь работали, так всю жизнь делали, так всю жизнь играли, мне все понятно, я свой участок знаю, мне ничего больше не нужно, да я ничего больше и не хочу. Другая крайность – область паники. Вот тут хорошая метафора, видите, приведена – джунгли. Закон джунгли. Кто сильнее, тот и прав. Правила устанавливает тот, кто сегодня сильнее. Может быть, слышали, есть даже сейчас такой термин «феодальная компания». Да, вот я хозяин, дальше не будем воспроизводить. Ну и вот в модели DevOps команды как раз оптимальным считается нечто такое среднесбалансированное, так называемая область обучения. То есть не совсем это область комфорта, где все понятно, где все известно, но и все-таки где есть какие-то правила. Но правила чего? Как тебе расти, как развиваться, как реализовать себя. Да, вот это модель области обучения. Как с ней работать, чего можно ожидать. Известная, избитая, наверное, абсолютно фраза совершенно, что нужно выйти из области комфорта. Умные люди правильно говорят, а давайте ответим, зачем? Для того, чтобы добиться большего, зачем? Чтобы прийти к области комфорта. Какой? Ну, мы, кто опять из нее выйти? Замкнутый дурацкий круг. А если мне уже хорошо, зачем мне что-то развивать? В принципе, ничего плохого в этой позиции нет. Но мы говорим сейчас же не вообще о людях, мы говорим вот конкретно о том, как построить DevOps-команду. Если DevOps-команда строится вокруг продукта, она строится вокруг продукта, продукт должен приносить ценность. Мир меняется. Ну, вот смотрите, банальные-банальные вещи, но от того, что они банальные, они не становятся неправильными. Да, это действительно так и есть. Нужно изучать что-то новое. Чтобы остаться на месте, нужно бежать. Быстро новые технологии, новые потребности клиентов. Ну, даже банальные какие-то вещи совершенно. Вот вы сейчас подключены в режиме онлайн. Да, это сейчас стало нормально. Это сейчас уже для большинства зона комфорта. Еще там 5-7 лет назад это для большинства была зона сошеннейшего дискомфорта. Для лучших это была область обучения. В общем, надо вовлекать больше людей. Хотелось бы сейчас приезжать куда-то далеко. Нет, вы сейчас располагаетесь где-то где. Кто на работе, кто дома, где у дома. А кому-то, может быть, в другой город бы пришлось ехать. Поехали бы вы, вряд ли. Значит, чтобы предложить новую услугу, надо из этой области, мы так всегда работали, выйти для того, чтобы добиться успеха. И эта модель предлагает, соответственно, 5 шагов, как перейти в область такого обучения, развития. Опять же, не бросаться куда-то там. Что это за 5 шагов? Здесь немножко такие термины, они стоявшиеся, вот больше, наверное, в культуре. Но, тем не менее, быть прозрачным. Что значит быть прозрачным? Открыто говорить о своих интересах. Открыто говорить о своих сложностях. Просить помощи там, где ты что-то не разбираешься. Не испытывать от этого дискомфорта. Вот это слегка парадоксальная фраза, которая здесь звучит. Следующий комфорт в дискомфорте. Что она по сути означает? Что вот эта прозрачность, открытость, да, она не всегда приятна. Не всегда комфортно сказать, что я вот этого не знаю. Я вот здесь ошибся. Я не справился, помоги. Ну, это нормально. Особенно в небольших командах. Там нет какого-то самоистязания. Не рассматривать неудачи, это же рабочие неудачи. Как что-то фатальное. Это опыт. Опять, немножко банально, но это действительно так. Это рассматривать как опыт. Мы уже говорили, проэкспериментировали. Но не идем мы в эту сторону. Зачем тратить на это свои усилия? Кто вот бывал у меня на курсах, может быть, помните, я люблю приводить такой пример. Где-то сколько там, лет 7-8, наверное, уже этой практики. Мы работали с группой академической, ну, академических ученых. Ну, понятно, там немножко своя культура. И нам нужно было понять, мы движемся в нужную сторону или не в нужную. У нас в какой-то момент наступил такой ступор. Они говорят, там, ну, математические результаты недостоверны. А инвестор говорит, давайте вы хотя бы там, условно говоря, там, в первом приближении покажите эти результаты, чтобы мы хотя бы понимали, стоит дальше идти в этом направлении. Или мы будем искать что-то другое. То есть, ну, по факту там результаты были удовлетворительны, ну, так сказать, в том направлении пошли. Да, это защита инвестиций. А если бы результаты были отрицательны, это тоже защита инвестиций. Не вкладывали бы больше в тупиковый путь развития, быстрее бы переключились на поиск новых. И это единственный принцип действовать шаг за шагом. Попробовали, правильно направление, проанализировали. Ну, здесь тоже немножко такое слово громкое, саморефлексия. Ну, хорошо, пусть будет такое громкое слово, проанализировали. И поняли, куда дальше двигаться. Стоит ли туда двигаться, попросту говоря, стоит ли на это тратить свое драгоценное время. Я даже не знаю, что комментировать. Вы видите, кто сказал и что сказал, да, в конце концов. Это, кстати, вплоть до рядового члена команды. Ну, перестало тебе это нравиться. Ну, меняй, переходи. Не надо тормозить и себе портить, и другим. И ничего страшного в этом нет. Наверное, так действительно, что тут комментировать. Коллеги, если какие-то вот комментарии по ходу появляются, пожалуйста, я с удовольствием буду отвечать на вопросы, чтобы это даже в рамках такого небольшого семинара не выливалось сугубо в лекцию. Вот, поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, вы мне их пишите. Так же активно, как вы мне в начале, да, отправляли приветствие. Вот, как раз у нас сейчас немножко такая логическая пауза, прежде чем мы к следующей небольшой теме перейдем. Поэтому, да, пожалуйста. Вот, пока вы пишете, мы как раз вот... Давайте поговорим о как обучаться. Есть разные уровни, есть разные уровни. В обучении, в этой вот психологии обучения такой исследователь по фамилии Бейтсон, он сформулировал, как он назвал, пирамиду. Ну, наверное, многие слышали там о пирамиде маслом. Ну, это вот, наверное, что-то похоже. По крайней мере, я это так интерпретирую. От начального уровня, да, это развитие совсем начинающего специалиста, до верхнего уровня, это уже такое вот развитие очень зрелого человека, очень зрелого сотрудника, который действительно понимает такое глобальное направление развития и свое, и, возможно, своего продукта, и своей компании, может быть, даже визионерство такое. Понятно, что, продолжая аналогию с пирамидой маслом, любой человек одновременно находится на всех уровнях, безусловно. Но какой-то на разных этапах развития преобладает. Если мы посмотрим на самый вот этот начальный уровень, так называемое окружение, да, это логический уровень, отвечает вопрос, где я? Ну, наверное, да, действительно, буквально. Где я, что я здесь делаю? Кто-то отвечает, я здесь зарабатываю деньги. Ну, не самый плохой вариант, но это не старт, не очень хорошая позиция для развития. Кто-то говорит, я хочу реализоваться как профессионал, разработчик. Я хочу реализоваться как сотрудник поддержки, который помогает людям. А что я для этого делаю? Какое мое поведение? Это вот просто честно для себя ответить. А я достаточно делаю? Что я могу сделать? Я свои способности реализую? Скорее всего, ответ будет не в полной мере. Правда ли ты так честно, если задуматься? Наверное, не в полной. А для чего я это делаю? Какие мои ценности? Ведь не случайно, как это сформулировали такие очень известные современные визионеры, именно в области IT, создаваемые продукты не должны нести зло в мир. А что такое зло? Это некая вообще экзистенциальная такая субстанция. С моей точки зрения, мое восприятие, я не должен делать то, что я считаю плохим, нехорошим. Почему я так считаю? Кто я есть? С кем я себя идентифицирую? Вот казалось бы, да, вы можете сказать, ну окей, мы пришли тут на семинар по IT-девокс-командам, уже добрались до экзистенциальных каких-то вещей. На самом деле, это задача, конечно, не ежедневная, но иногда об этом стоит. Причем и отдельному человеку, и команде в целом. А что мы делаем вообще? А что мы делаем? Мы просто переделываем, переделываем. Зачем? Зачем? Кому это надо? Что мы можем сделать? Это вот, на самом деле, эта практика существовала давно, просто, может быть, только сравнительно недавно в девокс-культуре стали описывать в таких, ну действительно, где-то даже высокопарных выражениях. Но я вот хорошо помню, кто вот, если тоже, я не хотел бы там 10-12 лет опыта работы с теми же проектами. Там ведь было то же самое, только на более таком практическом, прикладном уровне. В чем мой интерес? В какую сторону я хочу развиваться? Там, то есть, помните, если кто может быть, такие вот мероприятия в проектном управлении есть рекомендуемые, если проект длинный, собрание команды на экваторе. Зачем вырваться немножко из вот такой рутинной повседневной, из-за которой действительно производительность труда очень сильно падает. И мотивация падает. И посмотреть немножко шире. А это как раз и будет влиять вот на желаемое поведение команды. А что нам стоит улучшить? А в какой области кто может взять ответственность на себя? Опять же, проэкспериментировать технически с точки зрения там взаимодействия с какими-то ключевыми внешними сотрудниками, с заказчиками. Всегда сначала стараться пробовать. Пусть лучше не получится, но я хотя бы попробовал. Это очень, кстати, интересный пункт. Четвертый, обратите внимание. Просить прощения, а не разрешить. С точки зрения работы это лучше. Ну и опять же, как мы вот в этой квадранте смотрели, культура компании должна быть соответствующая. Значит, какое поведение руководства? Поощрять такое доверие. Ты ошибся? Окей, это не страшно. Но ты был открыт, ты показал, ты попробовал. Давай пробовать дальше. Где там грань между... Ну, не столь однозначный вопрос. Конечно, грань есть. Просто за попытки, извините за такую дурную аналогию, пробить головой стену, в общем, может, поощрять однозначно. И не стоит. Но вот где-то эту грань надо найти. Ну и наказывать за попытку что-то сделать, но это уж тем более глупость. Это тем более глупость. Ну, такой несколько условный график, да, видите. Здесь, что необходимость смелого поведения, уровень страха от возможности смелого поведения. Чем необходимость? Выше, возможность, нише. Ну, вот такой немножко условный. График, да, нужно стремиться. И как вот лидером, то есть руководству компании, выстраивать теперь со своей стороны свою часть вот это поощрение. Тоже, на самом деле, все давно известно. Но об этом стоит помнить и не стоит забывать. Культура работы организации и отдельного подразделения, она чаще всего как бы подстраивается под лидеров. Причем, подчеркиваю, именно под лидера. Лидер – это не обязательно руководитель подразделения, да, лидер может быть и неформальный. И поэтому под такого лидера потом и другие подберутся, и эта культура уже ну, то, что называется, выстроится, сложится. И вот есть в вот этой среде, ну, скажем так, это, конечно, даже не в DevOps придумали, это скорее DASA вот заимствует, используется три вот таких типа. Александр, да, увидел вопрос, DevOps тоже цикл деминга. Давайте я, Александр, на ваши вопросы отвечу буквально в конце, там очень хороший вопрос, там много можно говорить, да, там и цикл деминга, и ITIL, все это все это работает, все это, конечно, вот. Ну, первое название может быть не очень красивое, патологические компании, немножко, мне кажется, это оскорбительно звучит, ну, ладно. Ориентированный на власть, ну, то есть тот самый принцип, о котором мы говорили в самом начале, да, я начальник, ты, понятно, кто. Соответственно, кооперация между сотрудниками низкая, да, там все друг друга боятся, сообщения короткие, серии, иди, сделай то-то, да, ответственность размыта, или, как иногда говорят, перекладывание ответственности, взаимодействие обескураживает, как это нам поручили сделать, неудача вызывает обвинения, поэтому, естественно, никто не хочет это, ну, понятно, что это некая такая, да, предельная, ну, как любая структура, предельная ситуация, компании бюрократические, здесь в слое бюрократия ничего плохого нет, абсолютно, это вот такие классические процессные организации, все по-честному, правила прописаны, у каждого своя зона ответственности, в рамках процессов, прописанных взаимосвязи, очень хорошо работает, вопросов нет, справедливые, если метрики прописаны, прекрасно, но такие компании очень устойчивы, у них много плюсов, но в эпоху быстрых изменений им трудно подстроиться, причем процессы надо перестраивать, это долго, поэтому компании или те участки компании, которые работают, что называется, на острие, они переходят в разряд производительных, когда важен не процесс, важен результат, и не важно, кто его добился, кто с кем коммуницировал, кто с кем взаимодействовал, попробовали, не получилось, ладно, пробуйте еще, получилось, поехало в продакшн, ну, вот, соответственно, рекомендации на стендапах, не бойтесь просить о помощи, не бойтесь быть уязвимыми, говорите, что знаете, и что не знаете, вот очень интересное правило десятого человека, действительно пришли из израильской армии, там очень такая была, трагическая, в общем-то, даже история, когда после ряда успешных действий, так сказать, превозобладало самомнение, ну, в общем, в какой-то момент, вот, они были на грани очень большой неудачи, и только ценой больших усилий, жертв, так сказать, смогли выиграть, и ввели вот это правило десятого человека, это не значит, что у всех должно быть десятого, в Девовском альбе будет десяти человек, но общее правило какое, если все за, хотя бы кто-то один должен быть против, вот просто по принципу против, если все за, я против, просто чтобы обязательно в коллективе была представлена даже не искренне, другая точка зрения, чтобы другие просто хотя бы знались, а может я действительно зря в это уперся, чтобы вот хоть чуть-чуть побудить критическое сознание, это, кстати, довольно большой риск, отсутствие критического сознания для девопс-команд, особенно сработавшихся, да, это как вот в семье, наверное, хорошей, уже все так друг к другу привыкли, что мыслят одинаково, это, конечно, имеет массу плюсов, но имеет и риски, критическое мышление наслабляется, отсюда, кстати, еще одна интересная такая практика, которую надо практиковать в девопс-командах, адвокат-дьявол, то есть все договорились, а кто-то один оппонирует, он может искренне быть согласен с утверждением, кстати, очень интересно, мы как-то использовали, вот, у меня друг мой, выступив таким адвокатом дьявола, там логически доказал, что дважды два может быть равно трех, то есть логически было безупречное доказательство, вот, но это другая наша история, просто посмотреть на проблему с другой стороны, да, ну и, наконец, такая вот культура, про которую тоже, наверное, многие очень слышали, это так называемое время открытого доступа, потому что, если мы говорим об экспериментах, то на эксперименты надо отводить время, наверное, многие слышали, что в том же Google, да, там один рабочий день сотрудники имеют право работать над своими проектами, любыми на их усмотрение, единственное, что они обязаны, это по завершении сделать представление, как бы, показать, что они сделают, если результат удачный, он уже идет в корпоративную работу, ну, вот такая культура есть в разных компаниях, ну, вот Atlassian, Jira, да, вот сколько людей Jira пользуются, да, ну, кстати, на Jira, давайте я перейду на вопрос как раз Александра, коллеги, я для всех озвучу, что, а что, в основе DevOps также лежит цикл деминга, да, цикл деминга это общий, его пока никто не опроверг, да, PDC, выдели участок для улучшения, кстати, это же прекрасно соотносится с DevOps именно принципом, вот действуй здесь и сейчас, вот это надо улучшить, мы на этом и сосредоточились, и вот план как раз и составили короткий, выполнили, проверили, проанализировали, даже вот то, о чем мы сейчас только что с вами говорили, то есть это классические короткие PDCA циклы, и собственно полностью пересекается с ITIL, ну, возможно вы слышали, что ITIL сейчас вот меняется, вот буквально сейчас февраль переходный период, новая будет выходить версия, так что же, как говорится, следите за анонсами, но даже вот в ныне еще существующей версии, которая там 2011 года, а собственно говоря, меняется область ответственности, то есть если в классическом ITSM, там вот эти фазы создания услуги, преобразования услуги и операционной, ну, а стратегия, как бы, да, там над всеми, то DevOps в эту конву абсолютно четко ложится, стратегия общая, но в чем отличие, те же создания, преобразования, поддержка услуги, тот же цикл, только за весь этот цикл отвечает одна DevOps команда, все прекрасно ложится на ITIL, в новой версии ITIL, которая 4.0, да, там DevOps и вот эта практика быстрого взаимодействия и, соответственно, быстрых корректировок каких-то улучшений, она вообще прямо прописана, то есть четвертая версия DevOps прямо будет, уже можно практически сказать, есть, интегрирован в жизненный цикл IT-сервис-менеджмента. Ну, ITIL, это же фреймворк лучших практик, да, не методология, фреймворк, так что да, он не просто пересекается, они теперь уже интегрированы. Вот, коллеги, Александр, спасибо за очень два таких прям интересных вопроса, которые дали возможность вот так немножко подчеркнуть. Коллеги, пожалуйста, какие еще может быть вопросы, интерес, я напомню, что, ну, вот это как раз то, что я представил, такая одна глава из тренинга именно по развитию команды, вот, сам DevOps-овский цикл обучения, вот, если вы обратите внимание, основы, основы как раз будут на следующей неделе с понедельник, практик это вот мы сейчас анонсируем, это вот как раз отсюда глава, и в начале марта будет уже роль продуктового менеджера, гораздо такая более серьезная роль продуктового менеджера, поэтому, ну, где можно ознакомиться побольше, ну, естественно, я всегда открыт, вот, видите, мои контакты,